всем привет друзья ну что суббота очередное видео канал на канале осязаемая музыка но сегодня сразу перехожу к видосу да потому что видос сегодня у нас будет такой немножко странный так скажем сегодня ребята мы с вами поговорим о североамериканском евродэнсе да есть такое явление было много групп сегодня я выбрал 6 ну который я наверно чаще всего слушает а я не скажу что я часто их слушаю ну вот один альбом слушаю довольно часто мне он нравится остальные но в общем в общем сейчас поговорим еще раз в начале видео я хочу напомнить вам что у вас наверно сложилось такое впечатление что вот лёха там прям вот евродэнс и все нет ребята это не так я люблю евродэнс муску очень люблю танцевальную музыку да мы на ней выросли в 90-е она была наверное основная основная популярная такая музыка да вот рок был популярен рэп в латвии был вообще практически неизвестен и танцевальная музыка была очень популярна естественно мы ее слушали мы все фанатели но помимо танцевальной музыки да я люблю вот разную музыку да ну например вот это вот все это рэп 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 да там скажем было было видео на канале надеюсь вы смотрели группа эйч блог да это уже другое да или же например вот у меня стоит такой вот диск я не знаю это поп музыка больше не евродэнс да да all saints ну скажем не было обзора группа вот обожаю послушать этот альбом 23 года да вы знаете в третий год мне нравится да youtube да зуба да скажем джанет джексон мне разная музыка нравится ну например вот отсюда что-нибудь возьмем да вот я бы вам хотел рассказать не знаю будет вам интересное не будет есть к solar nb певица мне очень нравится и музыка это моника да у меня в коллекции тоже диски ну например например давайте вам еще чуть покажу о чем мы еще с вами не говорили да сейчас достану ну вот то что мне попалось да а где еще один альбом где-то он тут стоит в общем ладно не суть он у меня в коллекции есть только почему-то а вот здесь все нашел вот такая вот есть группа да rnb солото телси да вот у меня альбомы есть я бы о них с вами поговорил но я смотрю что по просмотрам опять же по просмотрам вот больше всего заходят конечно видосы на тему евро дэнса но вот поэтому как раз таки а темы евро дэнса мы с вами немножко отступим в ближайшем времени потому что ну вот как-то уже очень много но сегодня евро дэнс сегодня североамериканский евро дэнс сейчас я возьму покажу вам о чем мы с вами сегодня поговорим но евро дэнс вот о таких вот дисках евро дэнс североамериканский он очень специфический во первых он у нас в латвии я вот не помню в 90-е до чтобы вообще на каких-то сборниках эти группы были то есть там выходили синглы в 94 альбом выходил 95 или 96 то есть вот такое вот явление было и как бы но даже по таким каналам вот как mtv который был у нас или viva m7 я этих групп вообще клипы не видел блин я у меня не узнал потом уже когда начал когда появился интернет начал смотреть что есть танцевальные я понял что дала в канаде тоже тема рулила например да в америке меньше и вот там были такие явления да такие вот группы но вот например как такая вот исполнительница м джей да видите какой диск ребята это диски самописные у меня нет в коллекции ни одного канадского диска евро дэнса то есть я к чему что вот показывал и так далее что я не настолько фанат вот прям вот этих группах которых мы будем с вами говорить чтобы покупать в коллекцию на фирменных дисках тем более тиражи были у этих групп не очень большие и соответственно диски сейчас стоит достаточно дорого то есть я не готов за вот эти вот альбомы до платить деньги кто собирает вот танцевальную музыку евродэнс в основном там понятно там люди собирают у нас в латвии есть такой человек кто следит в инстаграме за мной он также я знаю вы следите за и подписан на него черпому из города лут за в латвии да это с цель за сиди аккаунтом мне кстати вот помог тут а я сейчас все расскажу вот короче ну давайте наверное приступим и вот я вам показал и вот и вот у меня вот эти вот все альбомы я их люблю послушать ну вот послушал и как бы окей и меня вот то что у меня есть вот скачано это все мне вполне хватает тут же вам может возникнуть вопрос а нафига ты вообще это все записываешь если можно с компа включить ребята вот я сижу здесь здесь я могу например включить с компа а вот там я не могу включить с компа еще дальше там тоже не могу ну что мне коп с собой включить так таскать все время с проводами подсоединять или как мне это не нравится нет неудобно и поэтому мне кажется вот я записал на диск да хоть машину потом взял отлично поставил послушал и супер вот мне проще взять диск нежели тащить собой комп а с телефон я вообще не люблю слушать потому что мне телефонные смс и так далее так далее все время это когда музыка проигрывается по блютузу это мешает короче я не любитель слушать с телефона вообще никак не люблю это делать ну где там там когда ты поехал там на какой-нибудь шашлык там дать пикник там и так далее на природу там окей там подсоединил там все супер вообще а дома блин ну реально ну блин ну комп вот у меня вот но вот здесь стоит здесь у меня подключен к тому к тому к тому к тому мне это сначала отключить чтобы комп перенести туда там да ну блин дико не на диск взял послушал поставил вообще супер но опять же я горю я не настолько вот фанат вот этих групп чтобы их вот коллекционировать да если бы они попадались там с доставкой за пять евросов ну может быть повезем но это я думаю что я бы взял за 5 евро лучше какой-нибудь там альбом ну например я не знаю металлики образно говоря да вот так вот потому что ну в общем ладно давайте так чего я вообще решил вот рассказать я вообще сегодня хотел о другом рассказывать но я вот подумал что я тогда ставлю инстаграм в историю одну грубо поставил мест прилетает куча вопросов кто поет вчера одну поставил опять прилетает вопроса кто поет ну кто знает там то лайки посмотрим поставил там наверно да знают а многие люди не знают вроде как классная музыка кто поет фиг знает ну вот вот вчера я например стал вот эту группу мтс это кстати американцы не канадцы да еще оставил солина все тогда спросили кто это поет и настолько мне прилетело блин приват директ месседж директ месседжете блин вот классные есть для песни но люди это не знают поэтому решил сегодня вот расскажу о том из канала из североамериканцев что я иногда слушаю что я больше слушай как я вообще к этому отношусь ну давайте сегодня у меня планшет в помощь потому что у меня нету в голове вот этой информации что там к чему и так далее да поэтому планшет если будет помогать ну давайте вот сначала вот такую вокалистку я люблю послушать достаточно неплохой него альбом это м джей да мне это все напечатано распечатано вот так вот у меня самописанный диск выглядит внутри благо у меня есть принтер я могу и напечатать на диске все это выглядит вполне себе не мне вот этого до хватает такая вокалистка м джей это североамериканская исполнительница канадская 14 треков имеет этот альбом он неплохой он мне нравится сейчас давайте я возьму планшет в руки и посмотрим чё живым джей это там вообще было так открыто потому что у меня в данной комнате вай-фай удивление ловит скажем какие-то устройства ловит хорошо какие-то не очень планшет не очень справляется в общем джей североамериканская вокалистка 74 года рождения я сейчас конкретно на дискоксе вы потом тоже зайдите посмотрите всего лишь один этот альбом она выпустила вышел альбом в девяносто пятом году синглы выходили за sound of heartbeat это первая песня с альбом она вышла в девяносто четвертом году и потом вышло еще и вышли выходили еще синглы в девяносто пятом девяносто пятом девяносто пятом девяносто восьмом но девяносто восьмом это уже песни не с этого альбома это чисто она выпускала синглы ну неплохая танцевальная музыка но вот более чем в таком вот формате самописка мне этого хватает иногда слушаю нормально да то есть я лучше послушаю Это чем не что-то там, скажем, новое. А вот недавно, благодаря все тому же человеку из Латвии, аккаунт SaveCD, буду так его называть, я уже знаю, как его зовут, да, он мне там, мы там с ним списались, сейчас я расскажу, и он мне вот рассказал о такой вот тоже девушке, которая пела Евродэнс-музику, это проект Надя и альбом Kiss of Destiny. Вот так вот выглядит этот диск, вот очень похоже у канадцев, у североамериканцев все, вот это тоже, ну такой нормальный себе альбомчик, он тоже вышел один, альбом вышел у Нади в 95-м, в 96-м году, первый сингл Life in On Love вышел в 95-м, четвертый он идет, вот так, все распечатано, также диск я напечатал, все вот так вот отлично выглядит, взял туда-туда-туда в машину, пошел, поставил, послушал, если захотел, ну никому же с собой таскать. И в машине, да, ну не люблю я слушать, блютуз там, ну не нравится мне это все, это, блин, мне позвонит, музыка прервется, навигатор часто включен, музыка становится тише, когда говорит навигатор, ну короче, блин, неудобно, диск поставил, вообще супер там, и диск играет, и с телефона там навигатор, если я по нему еду, классно, сейчас так быстренько, выпустила она синглы, какие-то синглы вместе с ней выпускала, вышли даже в 2015 году, какой-то DJ Asas Fishing Big Ali Nadia, Оле назывался, только в цифровом виде, я так понимаю, он выходил, в 2004 году выходил у нее сингл It's Gonna Take Time, да, но вот здесь у меня к интернету, к сожалению, не подключается, нормально, планшет, мне это бесит, ну ладно, в общем, вот такие два альбома MJ, Надя, Save CD, спасибо тебе, что дал наводочку, я там посмотрел, самый прикол, что о них даже, я так порылся, естественно, в Википедии, в интернете, даже особой информации какой-то нету, ну потому что это такие канадские, малоизвестные, в принципе, исполнительницы, проекты, ну вот, как-то так, ну давайте идем дальше, сейчас вот, давайте я вам покажу, вот этот американский проектик, из Флориды, МТС, вчера в историю я выкладывал музыку, мне сразу прилетели, кто поет, ну кто-то знал, а кто-то начал сразу спрашивать, да, я там отсылал фотки этого конкретно проекта, это МТС, такая группа, альбом Let It Go, альбом вышел в 96-м году, также вот у меня он записан на CD-р, вот так вот он выглядит, композиции, то есть это как бы задняя обложка, это оригинального диска, это передняя, и сам компакт выглядит примерно вот так, да, 11 песен имеет альбом, я уж не буду говорить о версиях, да, всего этого, но здесь совсем все мало, это вот то, что пишет дискокс, это американский проект из Майами, из Флориды, там был такой-то человек, еще две вот этих вокалистки, все, больше информации в принципе нету, можете почитать на Евроденс энциклопедии, может там что-то будет, ну и то, я думаю, что вы мало найдете, ну ладно, будем так вот, по-быстрому, потому что группы, сейчас я все покажу, а потом вот скажу свое мнение, дальше, такая вот группа, мне вот кажется, это уже немного поизвестней, группа называется JLM, также у меня записан, да, на CD-р, вот так вот распечатано все, такой вот диск, диски так и выглядели, иногда я делаю диски другие, с фотографией, как мне больше нравится, группа JLM, это уже Канада, да, и здесь вот написано, на дискоксе, что вот к ним, вот к этой группе, имел отношение некий Питер Невс, который что-то там делал, тоже какое-то участие принимал в проекте, не знаю, что он там делал, может что-то и делал, ну в общем, вот такой проект JLM, альбом Come Into My Life, 95-го года, и еще есть какой-то, вроде как какой-то альбом, Crazy Out There, но он Not On Label, в общем, фиг знает, что это, Come Into My Life, наверное, самая известная песня, с этого альбома, в 94-м году она вышла, вот собственно говоря, слушали ли вы? Идем дальше, теперь осталось два проекта, и это два проекта, которые из канадского, и североамериканского, мне нравится больше всего, ну это, давайте вот перейдем к такому проекту, это, сейчас я здесь сразу тоже открою, это Capital Sound, вот так вот выглядит, тоже это CDR-ка, распечатанная, да, в сети есть фотографии, на том же диск, также распечатано здесь, и компакт-диск, я знаю, что по-моему, компакт-диск был разный, еще был компакт-диск с фотографиями, вот эту группу, я уже знаю подольше, но она у меня даже давно есть, и как-то я альбом особо не слуху, ну так, знаете, вот как-то слушал, ну так, не знаю, в общем, самая известная песня отсюда, это Higher Lothin' In The Night, да, как вот мне кажется, я допускаю, что именно вот Capital Sound, она может быть, когда на каком-то сборнике у нас в Латвии проскакивала, но я не уверен, потому что вот какую-то песню, мне кажется, я еще знаю с тех времен, с 90, но не берусь сказать точно, две вокалистки, и два парня были в этой группе, потом вокалистки там поменялись ко второму альбому, да, у них вроде как был второй альбом, это In The Party Goes On, Polytel New Music, New Music это вообще вот такой лэбл канадский, где в принципе они все и издавались, но вот этот альбом уже очень такой близок, знаете, он именно по жанру, именно вот он с рэпом, он больше похож на такой классический евроденс, который мы знаем, мне кажется, вот что ребята, продюсеры вот этого проекта Capital Sound, они вдохновлялись музыку, музыка именно, как сделана музыка у группы Master Boy, ну потому что очень много моментов похожих, Capital Sound, ну и последний проект тоже вставил я в Instagram, и мне сразу там тогда вот очень много вопросов посыпалось, блин, что за муза, ребят, это Салина, это я тоже давно знаю, альбом Badin, Soul, и вот здесь спасибо за вот эти прекрасные вот обложки я получил, благодаря вот Save CD тебе большое спасибо, человек собирает, вот который, говорю, в Латвии, в Лудзе живет, собирает евроденс, вообще танцевальную музыку, я у него спросил в Instagram, нет ли у тебя альбома Салины, потому что хочу сделать вот обзор о каких-то канадских группах, но нету нормальных сканов, и человек тут же мне прислал на мыло классные сканы со своего диска, у него есть оригинальные, у него все, наверное, эти есть оригинальные, подписывайтесь на него в Instagram, Save the CD аккаунт, да, и посмотрите, он мне скинул сканы, я, естественно, распечатал, и очень качественно все получилось, на фотобумаге это, кстати, все сделано, все очень красиво, очень качественно, вот так вот выглядит обложка, естественно, задняя обложка немножко урезана, потому что в оригинале же она идет немного шире, и также он мне скинул скан компакта, вот такой вот получился у меня, просто классный, в сети вообще не было, и вот альбор Салина, вот мне вот прям вот он заходит, мне нравится песня, а его на но вообще весь альбом, мне очень хорошо, как бы вот я его слушаю, да, чаще, чаще всего из всех этих групп я слушаю вот эти два, если брать, тут тоже опять же New Music, New Music, не знаю, как это правильно произносится, сейчас я вам покажу, видите, даже на диске, на самом есть вот эта надпись, New Music, вот этот label канадский, где в принципе все такие канадские проекты Евроденса, и издавались, да, еще раз спасибо Save CD тебе за, классные сканы, то, что откликнулся, выслал мне их, в общем, теперь вот с Алином, у меня есть тоже с нормальными сканами, ну, давай, планшет, пожалуйста, оживи, не хочет меня узнавать по лицу, в общем, с Алином, что из себя представляет с Алиной, да, тоже ничего такого особого, она из себя не представляет, все лишь один альбом был, у нее, вот этот, Body and Soul, и все, ну, и сингл, I Wanna Know, 94-й год, Summer Nights, Breakout, 95-й год, в общем, зайдите, Show Me, Love Tonight, Give It Up, там, и так далее, уже позже, и потом выходили просто синглы, больше альбомов, она, не, этот проект, у проекта с Алиной, не было, в общем, ну, а теперь в целом, вот такой вот есть, да, североамериканский, Eurodance, почему я не, не собираю его однозначно на фирменных компакт-дисках, дело в том, что все вот эти альбомы, они очень типичные, ну, очень однотипные, вот я говорю, я выделить могу, вот, Салина, наверное, да, и вот Capital Sound, все-таки немножко, вот как-то там, вот покруче сделано, вот эти же все альбомы, Надя, которую я узнал недавно, да, MJ, NTS, GLM, ну, GLM может быть немножко отличается, но все равно, они все очень одинаковые, и везде просто вот одинаковые, а музыка примерно, да, и вот такой вот весь альбом, я вот не могу два вот таких альбома, например, послушать подряд, у меня устают, устают уши, вот от такой однотипной музыки, если взять, к примеру, наших, так сказать, всех фаворитов, да, то там, то там, ну там, песня от песни, в принципе, это музыка, техно, евроданс, но песня от песни, они все-таки отличаются, там вот, ноу-лимит, так звучит, фейсис по-другому, да, кому-то, то есть вообще не нравится, я знаю, таких людей, не любят они песню, там, раньше даже перематывали, когда на кассетах все слушали, песню, мистериус, да, ноу-лимит, трайбл-дэн заходит, мистериус перематывают, и дальше фейсис пошло, потом медляки не слушают, опять же, там есть медляки, классно сделанные медляки, здесь тоже есть медляки, у той же Надя там какой-то есть, да, у Эмджи, по-моему, был, но они такие простецкие, ну, я не знаю, все-таки вот, как ни крути, но, евроданс, вот, круто делали голландцы, вот, прямо начало 90-х, за голландцами, мне кажется, вот ту же квадрофонию, кто послушал, блин, ну, мощнейший звук, еще есть классные проекты, может, я о них тоже сделаю обзорчик, да, опять же, немцы как делали, да, круто, да, та же капелла, итальянцы, все-таки европейцы, вот, в плане такой, евродэнс музыки, танцевальной, они по звукам, по звучанию, гораздо превзошли канадцев, ну, это и понятно, потому что канадцы, в принципе, и начали североамериканцы, да, так скажем, делать все это с них, они сначала услышали, что да, вот в Европе волна такая катит, такая музыка прокатывает, там Макс, там Туалн, и так далее, и так далее, куча групп было, начали делать свое, но что-то получилось, да, довольно приятно слушаться, но знаете, вот мне вот этих альбомов, вот на таких вот копиях, да, мне вот вполне хватает, да, то есть, тратится там еще, с Алина, вот классные сканы, качественно получилось, прям один в один, вот не отличишь, от оригинала, потому что классные сканы, ну, вот этот тоже, Capital Sound, в общем, мне вот так, вот вполне хватает, я говорю, я часто эти группы не слушаю, то есть, поскольку тираж, я говорил, был маленький у них, видимо, и поэтому, и цены на них высокие, то есть, за такие деньги, я точно не буду, кто целенаправленный, как может быть, Save CD, да, там собирает танцевальную музыку, там понятно, он только, а я вот и рэп, там мне интересно, у меня, скажем, каких-то рэп-альбомов нету, да, которые тоже очень сложно достать, и стоят они вообще там, да, то есть, какие-то есть, сейчас выходят переиздания на виниле, но это я вообще, с этим винилом, переиздания, но это, я не знаю, это какой-то цирк, я тут видел, как девушка, зашла в магазин ностальгия, там выбирала винил, не помню, Джордж Майкл, что ли, или Шаде, она там тоже смотрела, что-то там купила, господи, по таким ценам, и насчет вот виниловой волны, которая идет сейчас, я вам прям даже не знаю уже, что сказать, машина, трактор, наш любимый рекорд, просто вот, делает уже какие-то пиратки, я не знаю, по-другому их даже назвать не могу, ну, потому что заявляют на фотографиях, на фотографиях красиво, в итоге ты получаешь не тот цвет винила, не тот цвет конверта, все сделано халявно, темно, в общем, блин, зачем это, по-моему, уже круче тогда достать, где-то потратиться, те же деньги с доставкой, купить вот оригинальный, вот они сейчас эротик сделали, да, Sex Affairs, The Power of Sex, кстати, мы еще не говорили об этом альбоме, надо как-то добить эротик, ну, вот, нафига мне, да, вот, то есть, ну, если бы они делали качественно, окей, то, что делают они, ну, блин, это я не знаю, вот, у меня есть, как бы, и супер, этого хватает, чем там какой-то, всем за ремастеринг, от Кондрашова, который, я говорю, ремастерил вот принцайт Лжоффит Марки Марки, я рассказывал, да, где просто, ну, типа, это хип-хоп, типа, накрутим басы, в итоге, какой звук вообще, как бы, ужаснейший, то он не так звучит оригинальный диск, 24-го года, но он не имеет вот этого звука, ужасного, который имеет вот новый винил, и от машины Records, в общем, не рекомендую, то есть, вообще, даже не заходите на сайт, вот, вот, нет смысла в этом, абсолютно, но лучше возьмите что-нибудь оригинальное, тех три. Ну, ребята, ну, вот такое вот сегодня видео, вообще, планировал о другом проекте рассказать, но, решил все-таки, вот, остановиться, вот, на таких вот, собственно говоря, самописных дисках, которые у меня в коллекции, вот эти группы, ну, я не знаю, выкладывайте в Instagram, нет, ну, достаньте где-нибудь, посмотрите Spotify, Apple Music, еще где-нибудь, да, и вот, посмотрите, послушайте, альбомы, вот, Салина, да, давайте еще раз пройдемся, JLM, MTS, это вот американский, да, MJ, Надя, и вот, Capital Sound, да, ну, послушайте, кто не слушал, зацените, не зацените, отписывайтесь в комментариях, да, и завтра, ребята, заскакивайте на стрим, завтра постримим, 93-й год, у нас завтра будет, топ-20, как, знаете, в старые добрые времена, когда по воскресеньям, была, на каждом радио, какой-то выходил топчик, топ-20, за прошедшую неделю, вот так же мы завтра посидим с вами, ориентировочно в 5 часов вечера, поставьте себе напоминание, что у Лехи стримной, осязаемой музыки, посидим, послушаем хорошую музыку, ну, а сегодня суббота, сейчас выложу этот видос, и вам всем желаю, отличных выходных, всем до завтра, ну, а пока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok